Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада этой встрече с вами и рада представить вам последнее исследование и проекты в изучении древнеболгарской литературы. Мне очень приятно, что эта лекция вошла в цикл «Болгарские сезоны в иностранке», организованное Болгарским культурным институтом в Москве и Центром славянских культур. А если у вас возникнут какие-то вопросы по содержанию лекции, пожалуйста, пишите их в комментариях и я постараюсь на них ответить. Спасибо за ваш интерес! В этой лекции я расскажу о самых новых исследованиях средневекового болгарского литературного наследия и участие литературы XVIII-XIX веков. В первое десятилетие XXI века основные исследования болгарских палеославистов, я имею в виду филологов, сосредоточены на болгаро-византийском и в более общем смысле на славяно-византийском литературном диалоге. В средневековых болгарских землях, расположенных в непосредственной близости от Византии, связи с византийской культурой, с Константинополем и Афоном, были особенно интенсивными во время всего средневековного периода и XVIII и XIX веков. А греко-болгарский билингвизм как в повседневном устном общении, так и в письменной сфере был широко распространён. Первый славянский письменный язык был создан солунскими братьями Кириллом и Мефодием при переводе основных христианских текстов с греческого. В Болгарии в конце IX и X веке перевели другие христианские тексты, нужные не только для проповеди и богослужения, но и для индивидуального чтения. В XIII и XIV веках на Афоне и в Тернове болгарские книжники редактировали старые переводы, заново перевели некоторые тексты, а другие были переведены впервые. Таким образом, при изучении средневековой болгарской письменной культуры ссылки на византийские модели в большинстве случаев неизбежны. А с другой стороны, некоторые тексты, первеначально написанные на греческом языке, не сохранились в греческих рукописях, а сохранились только в их древнеболгарских переводах. Иногда древнеболгарские переводы свидетельствуют о периферийных и малоизвестных греческих оригиналах, которые мало сохранились или вообще не сохранились в греческих рукописях. В начале своей лекции я приведу только один пример. Произведения, посвященные святому Иоанну Ревскому, которые написаны Георгием Скилицем, византийским наместником Средеца, это современная София, написанные первоначально на греческом языке, но они сохранились, а только в переводах в средневековых болгарских рукописях. И вот именно эти переводы превратились в основу последующих сочинений, посвященных этому святому в средневековых болгарских землях. Много переводов и оригинальных сочинений, сделанные средневековыми болгарскими книжниками, переписывались среди восточных славян и сербов. Немало произведений средневековой болгарской литературы сохранено только в списках, сделанных русскими или сербскими книжниками. Они также делали новые переводы из греческого и создавали оригинальные произведения, обогащая литературный язык. Какие основные исследовательские проблемы и задачи болгарской палеословистики? Первое. Это исследование славянских рукописей 10-20 веков и составление каталогов. Сегодня некоторые каталоги славянских рукописей уже устарели. Скажем, каталог рукописей в Церковно-историческом и архивном институте болгарской патриаршии сделан в 1992 году. И не все рукописи, хранящиеся в институте, описаны в этом каталоге. Поэтому над новым каталогом сейчас работают Бориана Христова, Лисавета Мусакова и Лена Узунова. Второе. Это анализ языка текстов и полиографии древнеболгарских рукописей. Третье. Анализ средневековых болгарских переводов с греческого. Здесь два основных вопроса. Какие переводческие стратегии и техники и какие греческие тексты и книжники выбирали переводить? И четвертое. Поиск византийских оригиналов, переводов и византийских моделей оригинальных сочинений. Я начну с описаний рукописей. Например, Доротей Гетов опубликовал пять каталогов греческих рукописей, хранящихся в Болгарии. Он указал на неизвестные до сих пор греческие тексты в этих рукописях. Большой проект болгарских исследователей это изучение документов, рукописей и книг, хранящихся в Зогравском монастыре на Афоне. Шесть лет тому назад в библиотеке Софийского университета была создана Зогравская электронная научная библиотека по образцу Хилиндарской исследовательской библиотеки, основанной в 70-х годах в Университете штата Огайо. Библиотека монастыря Зограв является одним из самых богатых монастырских хранилищ, которые использовались на протяжении веков, после не вековья до наших дней. В 2014 году Зогравское братство подарило дигитальные копии славянских рукописей Софийскому университету и так именно была создана Зогравская электронная научная библиотека при университете. Монастырь оцифровал более 600 рукописей на кириллице и предоставил их в Зогравской электронной научной библиотеке. По идее монахов также были сформированы группой исследователей, которые занялись изучением славянских рукописей в монастыре, монастырских печатных книг, а также изучением греческих документов, влахомолдовских и усманно-турецких документов. Наша русская коллега Галина Бестремянная изучает японские рукописи и документы, хранящиеся в монастыре. Была такая миссия зогравских монахов в Японии в XIX веке. Я расскажу о работе по описанию славянских рукописей, поскольку я участвую в этой группе. В 1986 году в Болгарии был опубликован каталог зогравских рукописей с шифрами 1.286, сделаны Христо Кодовым, Бажидаром Райковым, Стефаном Кашухаровым и Хайнц Микласом. Позже Анатолий Турилов и Людмила Машкова сделали каталог славянских рукописей на Афоне и включили описание этих загравских рукописей. А три года тому назад в рамках нового проекта монастыря и университета был опубликован каталог 119 кириллических рукописей. Эти рукописи до того не были известны ученым. И вы видите, как выглядит вот этот каталог на слайде. Тоже электронное описание этих рукописей сделанной. На слайде вы видите икону, которую расписали монахи из Аграфского монастыря и подарили университетской библиотеке. А также видите адрес вот этой электронной библиотеки. Какие другие книги и мероприятия появились в рамках совместного проекта между университетом и Заграфским монастырем? Были организованы три конференции, на которых ученые, работающие с заграфскими источниками, поделились своими результатами со специалистами, занимающимися славянскими, греческими и османскими рукописями и документами в других хранилищах. В прошлом году был опубликован сборник с докладами двух конференций. Он содержит 38 статей и фотографии неизвестных до сих пор заграфских рукописей и документов. Также в рамках этого проекта изданы пергаменные отрывки рукописей, хранящихся в Заграфском монастыре. Это ранние и ценные рукописи, и читатель может увидеть их в аксимирное издание, и наборное, и анализ. Опять, в рамках этого проекта был издан словарь греческо-церковно-славянский, сделанный на основе церковно-славянского словаря Атанасия Бомчева. На самом деле, сотрудничество с Заграфским монастырем началось с совместного издания истории славяно-болгарской, написанной преподобным Паисием Хилендарским, которое сохраняется в Заграфском монастыре. Это фоксимирное издание и научное издание, в котором опубликован текст Заграфской рукописи и чтение из других ранних списков истории, а также перевод на современном литературном болгарском языке. В издании также статья Иерудякуна Атанасия из Заграфского монастыря, которая предлагает новую точку зрения к этому сочинению с христианской и монашеской перспективой, ведь Паиси, он был монахом. Кстати, по поводу четверти столетий создания истории славяно-болгарской, это эмблематический текст для болгарского возрождения, в 2012 году были осуществлены и другие издания в рукописных списках истории славяно-болгарской. Но сейчас я не буду на них останавливаться, я хочу показать только один дигитальный продукт, над которым я работала. Совместно с специалистами новых цифровых технологий мы сделали сайт, на котором можно прочесть описание всех известных списков истории славяно-болгарской и увидеть карты их распространения. Видны места, где создан каждый список, где его сохраняли и читали, а также где сейчас сохраняются вот все эти рукописи. На слайде вы видите как представлен список и переработка сделана хилендарским монахом проигуменом Пантелеймоном в 1809 году в городе Русси. Она сейчас сохраняется в Хилендарском монастыре. Вернусь на дигитальное проекты при описании средневековых рукописей. Большой цифровой проект при описании славянских рукописей называется «Репертуар древнеболгарской литературы и письменности». Дигитальными средствами описано 161 средневековых рукописей, преимущественно это сборники, содержащие переводы из греческого и это христианские сочинения. На этой дигитальной платформе возможно сравнивать содержание рукописей, какие сочинения средневековые книжники включали в одну и ту же рукопись, как сочетали их. В электронном каталоге можно искать по разными критериями век, автор, переписчик, сочинение, в каких рукописях находится, с какого века и так далее. Дальше. Поскольку нет исторического словаря болгарского языка, серия проектов способствовала созданию электронного корпуса средневековых текстов, в котором можно искать слова, например, вы на слайде видите поиск слова «ходатай». При помощи этого электронного корпуса завершена работа над словарем в сочинении болгарского патриарха Эфтимия Терновского XIV века и над словарем богословских терминов в экзегетических текстах оригинальных, переводных и компилативных Юана Экзерха X века. Этот словарь показывает переводческие подходы. Юан Экзер не только калькировал, но и использовал другие методы формирования терминов из славянских слов. Теревнеболгарская литература состоит преимущественно из переводных христианских произведений из греческого, меньше оригинальных произведений. Но что именно из огромной христианской литературы на греческом языке выбрали средневековые болгарские книжники для перевода? Сегодня на болгарском языке уже созданы исправочники, в которых можно прочитать то, что известно уже о средневековом переводном корпусе. Например, Климентина Иванова опубликовала ценный исправочник по структуре, съпоставимой с Библиотека хагиографика грека, съставлена Франсуа Алкеном. Книга профессора Ивановой называется Библиотека хагиографика Балкано-Славика. Автор систематизировала свои многолетные исследования по житиям и гамильям для неподвижного календаря в южнославянских рукописях. Было исследовано более 150 рукописей. Они были классифицированы в соответствии с текстовыми семьями. Профессор Иванова предоставила и ссылки на греческие соответствия. Дальше. У нас ездан и том под заглавием «Болгарская зерневековая литература», составитель Анисава Мелтенова, в котором анализируется не только оригинальное произведение, но и переводы житий, гамилии, служб, молитв, гимнах. И вот какие тенденции видны. Хотя число сохранившихся болгарских рукописей X-XI веков немного, при изучении более поздних списков было сделано предположение, что при правлении Бориса и Симеона в последних десятилетиях IX века и впервые десятилетия тех X века было переведено существенное количество греческих текстов, необходимых для совершения христианского обряда и для установления христианского мировоззрения. Средневековые болгарские писатели, однако, переводили византийскую литературу выборочно. Они подбирали те тексты, идеи и модели, которые отвечали потребностям новой христианской культуры в Болгарии с её собственным литературным языком. По большей части, ранние болгарские книжники выбирали для перевода ранние христианские произведения, написанные выдающимися христианскими авторами, как Иоанн Златуст, Василий Великий, Григорий Назианзин, Федорит Кирский и другие. В раннем периоде болгарской письменной культуры обычно не переводились тексты, написанные современниками в Цареграде. Наоборот, при правлении царя Петра, когда государственные институции и социально-экономические отношения и культура всё больше и больше византинизировались, болгарские переводчики обратились к современным им цареградским моделям. В XIII и XIV веках шли интенсивные преобразования в репертуаре средневековой болгарской литературой. Болгарские книжники редактировали старые переводы, делали новое на Афоне, в Терново, в Парории и других местах. Это был период стандартизации орфографии и создания динных авторитетных версий литургических текстов. В качестве основного мотива для изменений в репертуаре в XIV веке исследователи указывают на видение на Балканах Иерусалимского или новоусаваидского типика или устава церкви. Другим фактором было распространение исихазма и утверждение его как официальной доктрины. Его влияние обнаруживается в жанрах, темах, образах и стилистических приемах. Две цитированные книги «История древнеболгарской литературы» и «Географический справочник» профессора Ивановой в традиционном печатном или бутиберговом формате. Хороший оцифрованный справочник на болгарском языке — это электронная энциклопедия о святых. В частности, она содержит информацию о текстах о христианских святых в средневековых славянских рукописях в календарях, минеях, календарных сборниках. Кроме информации, в этой энциклопедии можно найти и издание конкретных текстов о святых жития, службе или их молитве. Другой электронный справочник на болгарском языке — это скрипта «Булгарика», где можно найти статьи об основных типах средневековых книг о христианских авторах, чьи произведения переведены, о грамматических особенностях в древних текстах. В основном, исследование переводов и оригинальных сочинений болгарских книжников зависит от издания текстов по разным спискам и издания отдельных рукописей. Начну обзор таких изданий с электронными изданиями и в частности с цифрованного издания одно из самых ранних и крупнейших древнебългарских рукописей. Это супрасъльска рукопись, сборник, минологии, написан на северо-восточных территориях Первого Българского царства в конце X века, наверное. Он содержит жития и слова, литургические слова, на месяц март. Рукопись включена в реестр ЮНЕСКО «Память мира» с 2007 года. В цифровом издании, объединенной фотографией трех частей этой рукописи, которые сегодня сохраняются в разных хранилищах Национальная библиотека в Варшаве, Национальная библиотека России в Санкт-Петербурге и Национальная университетская библиотека в Любляне. Фоксимильное издание сопровождается набором текста и параллельным греческим текстом. Прекрасное электронное издание сделала Анна Стойкова, представляя переводные версии средневековой христианской книги «Физиолог», где описаны разные животные, которые в христианстве получили символьное и дидактическое толкование. Анна Стойкова установила, что первоначально в Болгарии части архаичной Александрийской редакции «Физиолога» были переведены, а позже среди православных славян сделаны три перевода византийской версии. Издание славянского текста сопровождается греческими версиями, переводом и словарем. Гораздо больше новых традиционных, не цифрованных изданий древнеболгарских текстов и рукописей. Самая тяжёлая задача – это прочтение издания смытого текста палимсестов. В Болгарии изданы четыре палимсеста, трёх евангельских рукописей, из них двух глаголических и одного кириллического евангелия. А самое новое издание палимсеста – это издание миней, и это самое ранное минея болгарского происхождения называется «Драготина минея». В средневековой Болгарии произведения разных жанров, стилей и на разные темы – богословские, экзегетические, дидактические, космографические и медицинские – вошли в сборник, созданный во времена правления царя Симеона. Самый ранний и сохранённый список сборника – русский. Этот список сделан для князя Святослава в 1073 году. Греческая коллекция, соответствующая именно этому сборнику, не была найдена, но были обнаружены тесные параллели такого универсального антологического или антиклопедического справочника византийской традиции. Так, этот список, сделан для князя Святослава, был издан с греческими параллелями. Основываясь не только на нём, но и на других рукописями, болгарские палеослависты думают, что такие сборники, называемые флорелегией или антологией, это не механически составленные сборники случайно собранных текстов, а сборники, которые возникли путём внимательного отбора и которые отвечали потребностям для определённого вида знаний в Болгарии в X веке. Значимый книжник первого болгарского царства это Климент Охридский. После приезда с Моравии в Болгарию он сначала работал в столице, в Плиске, где, наверное, с Константином Преславским делали переводы гимнографских текстов. Потом Климент поехал в юго-западные районы державы, где продолжил свою работу как писатель и учитель. Недавно в Болгарии были изданы его службы и слова в оригинале с переводом на современном болгарском литературном языке. Профессор Искра Христова основатель серии «Охридские изборы», в котором опубликованы произведения, написанные святым Климентом, а также служба святому которая написана его учеником. Существует предположение, что в Преславе в столице Первого Болгарского царства сделаны переводы ветхозаветных текстов с комментариями, с толкованиями. Они сохранены в поздних рукописях. Поэтому Кирилл Мефодиевский исследовательский центр работает над проектом издания древнеболгарского перевода Ветхого Завета, до сих пор изданной книги малых пророков и книга пророка Езекииля, а также издан древнеболгарский перевод толкования Ипполита Римского книги пророка Даниила. Другое экзегетическое произведение компилировано в конце IX или в начале X века эпископом Преславским Константином — это учительное Евангелие. Константин Преславский составил сборник экзегетических проповедей на воскресенье от Пасхи до Вербного воскресенья, используя в основном раннехристианские проповеди, например, проповеди Иоанна Златуста, Исидора Пелусия, Кирилла Александрийского и добавив некоторые свои оригинальные части к текстам. Болгарский ученый Мария Тихова издала текст этого сборника проповедей с параллельным греческим текстом, где он был идентифицирован. Также хочу отметить два важных издания сочинений позднего периода. Первое — это издание Бурилова Синодика. Синодик составлен во времени болгарского царя Бурилла, который боролся против иересей. Книга состоит в основном из перевода расширенной греческой версии Синодика Православия с добавлением отчета о соборе против богомилов в 1211 году, созданного царем Буриллом, а также помяник, или, могу сказать, «Перечин болгарских царей». Новое издание сопровождается словарем и переводами текста на современном болгарском языке и на английском языке. Второе издание сочетает четыре перевода, выполненных в XIV веке, одного и то же греческого текста. Это гамелии, написанные Никифором Калистом Ксантополусом. Этим сопоставлением Лора Тасева выявляет различные стратегии перевода среди южных славян. До сих пор я говорила о каталогах рукопесий и об изданиях рукопесий. И последний пункт моего изложения – это новое исследование средневековых болгарских переводов и рукопесий. Начну с рецепции творчества великого христианского писателя и проповедника Юана Златоустова. Было установлено, что Юан Златоуст очень влиятельный автор славянского средневековья. Его часто переводили. В X веке по заказу царя Симеона был составлен сборник проповедей Юана Златоуста под названием «Златоструй». Возможно, и что сам царь был его составителем. Ябур Мильтенов посвятил книгу «Златострую», прослеживая историю каждого из почти двухсот включенных в нем текстов. Анетта Димитрова подробно изучила язык и премии перевода проповедей. Результаты их исследований можно увидеть и на сайте «Версионис славити». В Болгарии создана отличная школа исследователей средневековой болгарской гимнографии. Так были открыты новые оригинальные переводные произведения Климента Охридского, Наума и Константина Преславского. Вы видите на презентации книги двух выдающихся ученых Стефана Кужухарова и Георгия Попова. Было установлено, что богатый свод религиозных гимнов, созданный в Византии до IX века, перевели в Болгарии в конце IX века и в начале X века, и были составлены новые оригинальные гимнические сочинения с акростихами. Самый новый проект – проект об издании Драганову именей рукопись XIII века, хранящаяся в Загравском монастыре. Она содержит службы популярным среди болгар святым Святой Петки, Святому Иоанну Рыльскому, Святому Царю Петру, Святому Кириллу. Далее. Предполагается, что в Болгарии в X и XI веках значительная часть библейских апокрифов была переведена с греческого. Некоторые из этих переводов важны и для истории греческих оригиналов, поскольку некоторые славянские версии свидетельствуют о неизвестных или утерянных греческих версиях. Например, славянская версия книги «Яноха» важна для истории этого текста, потому что греческий оригинал не сохранился и были обнаружены лишь фрагментарные коптские параллели. Апокрифические видения и апокалипсисы находятся в центре внимания исследователей в презентации. Например, вы видите книгу Василки Тыпковой-Заимовой Анисавой-Мельтиновой. Книга содержит публикации от текстов, научные комментарии и английский перевод. Именно среди этих текстов находятся оригинальные средневековые болгарские фрагменты и компиляции. Издания и исследования таких компилятивных славянских текстов показывают, что мессианский дух и пророческие идеи в них были наследованы от древних ближневосточных и византийских моделей. Но в то же время эти тексты представляют собой реакцию на политические обстоятельства на Балканах того времени. Например, сказания пророки Исаии и о том, как он был взят ангелом на седьмое небо считается заключительным звеном серии историко-апокалиптических сочинений. Это компиляция, сочетающая исторические факты и легенды с использованием мотивов религиозных текстов византийской историографии. История заканчивается восстанием Петра Деляна против византийского правления и вторжениями печенегов в тысячу сороковых годах. Иван Белярский показал, что это компилятивное сочинение следует модели ближневосточной пророческой и апокалиптической литературы и ее идеи о том, что память о прошлом говорит о значении настоящего и будущего и что власть на земле имеет религиозные основы. Таким образом, основной акцент этого сочинения основан на идее нового Израиля как земного царства византийцев или ромеев и болгар. В заключении отмечу, что существуют болгарские исследования почти всех переводных и оригинальных жанров средневековой болгарской литературы. Эти исследования посвящены главным образом изучению рукописей и рукописных списках произведений и их распространению, а также функциям сочинений в средневековой славянской среде, их языку, качеству переводов, а также основным мотивам и идеям в оригинальных и компилитивных работах. Существуют исследования, посвященные контексту, в котором возникли переводные и оригинальные произведения. В серии исследований сравниваются средневековые славянские тексты с греческими оригиналами или моделями с мотивами византийской литературе. Короче говоря, болгарские палеослависты проявляют интерес к средневековому славянскому наследию не только как самостоятельное явление, но и как часть византийских и европейских средневековых литератур. Ученые сосредоточены на формах и методах адаптации византийских текстов и моделей болгарских среди на неизбежных заменах в процессе ассимиляции византийских моделей болгарской среде. В результате этого анализа становится все более динамичная картина рецепции византийской литературы, которая показывает постоянный процесс обмена идеями, текстами и литературными представлениями, формирующими на протяжении веков облик средневековой болгарской литературы. И в конце моей лекции я скажу несколько слов о проекте, в котором я участвую и который исследует архивные документы с первого десятилетия после русско-турецкой войны и освобождения Болгарии в 1878 году. Это период, когда формировались новые государственные институции и новая культура под влиянием русской культуры как представитель европейских культур. В архиве Болгарской Академии наук хранятся 1112 страниц рукописных описаний традиционной одежды в селах, деревнях, маленьких городках. Цель проекта издать эти документы. Они показывают, как постепенно новый европейский костюм заменяет традиционный костюм и как старое османское название некоторых одежд и материалов заменяются новыми названиями разного происхождения. Например, старый османский кюрк, это дубленка османского шитя, османской модели, заменяется саком, это снова дубленка, но европейского шитя, европейской модели. Или старые вышивки заменяются кружевами, которые называют по греческой манере в этом документе «тантела». Эти документы показывают стремление к единому стандарту словаря и орфографии и к использованию слов славянского происхождения, но османские названия одежд еще устойчивы и там, где сохраняется традиционный костюм. Этот свод документов отражает переход от османского типа повседневной культуры европейской в одеждах и в языке, как было характерно и для государственных институций, для городских планов или архитектурных проектах. Спасибо за внимание и я буду счастливой, если я могу ответить вопросом. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!